приветствую вас дорогие зрители канала ческом ru в данном видео хочется отметить выступление 15-летнего юного международного мастера из россии валдара мурзина который достаточно неплохо отыграл турнир в городе вайконзе но не в основной сетке а в турнире challengers который по итогу набрал 7 очков из 13 возможных что довольно таки неплохо в столь юном возрасте и в данном видео мы рассмотрим партию которая возникла в последнем 13 туре и в ладару в сопернице досталась одна из сильнейших матистов к китая чужу дзиньер валдар играл черными фигурами белые стартовали ходом е2 и 4 и черные подхватили сицилианской защитой c7 c5 белые развиваются черные открывают дорогу для белопольного слона подкрепляя пешку на поле c5 а белые по канонам сицилианской защиты захватывают центр последовал моментальный размен поменялись белые побили в ответ черные развили своего коня попутно нападая на центральную пешку белых е4 белые защитились и черные избрали вариант найдерфа в данный момент у белых есть огромное количество различных продолжений имеется ход слон е2 есть ход слон c4 ход слон g5 также есть вот f3 но белые избрали главный теоретический ход слон е3 вызывая огонь на себя черные здесь также имеют ход е6 и ход е5 но володар избирать второй вариант нападая на белого коня и тут у белых есть две возможности куда расположить своего коня основным продолжением является ход конь b3 после чего черные могут как и развить королевского слон атаки ферзева сыграв слон е6 после чего белые обычно играет f3 ферза 2 избирают в основном длинную рокировку но китайская шахматистка в этой партии решил сыграть конь f3 и на ход слон е7 сыграть склон c4 тоже довольно модное продолжение белый таким образом устанавливают контроль над важным центральным пунктом d5 рокировка белые также отправили своего короля в безопасное положение и володар развивает коня выставляя его на поле c6 белый играет ферзь е2 довольно логичный и идейный ход белые освобождают пункт d1 для одной из своих ладей чтобы ладья могла подвязать черного ферзя и составить практические трудности перед черными и тут володар допустил неточность избрал довольно странный и необычный для варианта найдорфа ход аж 7 а 6 обычно черные стараются как можно быстрее завершить развитие и как можно быстрее приступить к пешечному накату на ферзьевом фланге вот здесь в теории обычно черные играют конь a5 и начинают прессинговать белопольного слона белых и например белые здесь имеют h3 продолжения на практике встречался ход слон d5 слон d3 слон b3 но наверное самый логичный ход по слон d3 чтобы убрать слона из-под нападения и подкрепить лишний раз пешку на е4 но обычно черные играют слон е6 потом играет b5 и коня стараются внедрить на поле c4 атакуя белопешка на b2 и также слона на поле е3 но володар сделал очень интересный и необычный ход h7 a6 белые сразу же выставляют ладью на полу открытую вертикальде связывая черного ферзя черные играют слон е6 предлагая админ слонов и белые отказываются играть слон b3 точнее они не меняются на условиях володара белые могли съесть слона поле е6 с одной стороны у черных портится пешная структура нового у володара теперь пешка на е6 контролирует важные поля вторжения поля d5 и также поле f5 поэтому белый играет слон b3 и теперь конечно размен будет в пользу китайской шахматистки потому что сразу же вскрывается вертикаль а и ладье в принципе не обязательно с поля а1 никуда уходить потому что она и так принимает участие в игре но на ход слон b3 володар ответил ходом ферзь е8 возможно освобождая поле d8 для ладьи или также у у ферзя на поле е8 имеется перспектива если черные сыграют конь a5 то ферзя можно будет уже разместить на поле c6 так что ход ферзь е8 последовал белые сыграли h3 не пуская вражеского коня на поле g4 а черные сразу же сыграли конь a5 нападая на белопольного слона здесь чужу не сдержалась сыграла конь d5 последовал размен и здесь белые не стали бить коня они сначала дали предварительный шаг королю разменяв таким образом коней поменялись поменялись и теперь сыграли a b подвисает в данный момент пешка у российского шахматиста володар сразу же ее защитил ходом ферзь c6 и напал на пешку е4 белые защищаются ходом ферзь d3 и черные сразу же ответили ходом b5 что является не сильнейшим продолжением но данный ход к ошибке отнести нельзя здесь володару в данный момент следовало потисло е7 если бы данный ход в партии возник то на самом деле у белых были бы серьезные трудности потому что у черных появляется идея провести удар f7 f5 на королевском фланге и добраться до пешки е4 ну например белый играет c4 черный играет f5 уже появляется угроза вилки на ферзя и коня нужно меняться но у черных сказка у черных не позиция конфетка потому что слон только что выходит в игру теперь на какой-нибудь ход ферзь c3 уже появляется ресурс слон бьет h3 и на взятие слона черный съедает коня на поле f3 который уже пешкой больше не защищен и после хода слон е7 у володара были бы отличные шансы на развитие успеха но черные сыграли б5 идея заключается в том что если белый забирает пешку на поле d6 то черные съедают на c2 нападая сразу же на три пешки белых но поэтому китайская шахматистка сначала защищает пешку на поле c2 ладьей и черные играют ладья d8 подкрепляя пешку на поле d6 c4 черные сыграли ферзь b7 если мы говорим о позиции пару ходов назад то у володара был заметный перевес но теперь пыльца примерно равная с одной стороны у володара имеется преимущество двух слонов но пока что пыльца не открытого характера черные никак к их сожалению не могут пробиться по центру потому что у белых отличный контроль центрального пункта d5 и пока не видно как использовать преимущество двух слонов белые сыграли ладья c2 черные тем временем пытаются надвигать пешки на ферзь в фланге и хочет володар по т4 и образовать потенциально проходную пешку белые сыграли тем временем коин d2 белые могли побить пешку на в5 казалось бы ну вот отлично у китайской шахматистки уже вырисовывается материальное преимущество но на самом деле брать на в5 крайне опасно потому что черные могут уже провести удар по центру d5 и оказывается что данная позиция уже оценивается как близко к проигранной идея в том что если белые съедают черный забирает ладьей ферзь уходит размен размен и после хода слон бьет b3 белые остаются без качества ладья на c2 теряется и к сожалению белые ничего с ним поделать не могут но в партии был сыгран на коин d2 a4 размен размен и белые сыграли ладья a1 таким образом цепляя пешку a4 на ферзь в фланге черные за 4 ходом ферзь шесть ладья 3 белые блокируют ладья b8 b3 ладья b4 и последовала серия разменов как ба и размен ладей по вертикали а возникла такая позиция которая оценивается с небольшим прессом пользу черных так как у них все-таки преимущество двух слонов и если удастся как-то володару вскрыть позицию то эти слоны смогут пробудиться и возможно решить исход партии но пока что преимущество довольно маловато и его естественно недостаточно для победы черных немного немного получше белые тем временем сыграли король h2 черные сыграли слон d8 и тут китайская шахматистка допустила невынужденную ошибку белые сыграли f3 казалось бы довольно логичный разумный ход белые подкрепляют пешку на поле е4 да еще у китаянки также возникает неплохая тому времени пешная цепь но стоит обратить внимание на то что сразу же в будущем ослабляется вторая горизонталь и также что если черным удастся то можно как-то в будущем заползти по первой горизонтали к тылы к белым поэтому действительно ход f3 является неточностью и черные сразу же подметили один очень важный факт что если с доски уйдут чернопольные слоны то все вот эти черные поля вблизи короля китаянки сразу же ослабиться и как раз приступает к размену чернопольных слонов в ладар размен размен ладья a1 и заползает уже российский международный мастер в гости к своей сопернице и здесь не выдержала напор шахматистка джу сыграл здесь c5 и на самом деле после хода ферзь a4 на и точнейшую стороны белых с стороны черных возникают трудности уже у белых потому что пристает ладья нужно как-то ее защищать белые сыграли ферзь a3 и сразу же получили ладья a3 и единственный ход чтобы ферзя не потерять пойти ферзь b2 в данной позиции и вот возникает такая ситуация на доске материала на данный момент поровну 5 пешек против пяти по тяжелым и легким фигурам также одинаково здесь в ладару следовало просто пробить пешку на поле c5 и оказывается что если белые съедают пешку в ответ на поле c5 черный играет ладья a2 ферзь c1 очень важный ресурс ладья a1 и теперь на отступление ферзя черный заползает в гости к белым и на самом деле если белые съедают на e5 то данное обжорство ничего хорошего белым не дает потому что белые находятся в неприятном положении черный начинает шаховать белого короля ладья g1 гранит уже какие-то матовые удары ферзь g2 король f4 g5 и там белый король долго не проживет и на конь b3 уже появляется ресурс ферзь бьет h3 и нельзя брать того ферзя ввиду связки ну и здесь конечно белые рано или поздно должны проиграть а тут вадар не нашел ходу dc 34 ход дело близилось уже к сейтноту и как мы знаем на 40 ходу шахматистам добавляется по 50 минут дополнительного времени здесь белым следовал потеконь c4 нападая на черную ладью с идеей что на размен белые съедают ферзь бьет c4 ферзь бьет a3 ферзь бьет c5 поится конечно не приятная для белых но наверное она должна держаться при точной игре потому что пешка лишняя есть вот можно пойти ферзь a8 и главная задача белых заключается в том чтобы не дать черным прорваться по центру провести прорыв d6 d5 но белые серьезно ошиблись сыграли ладья c1 и после хода ладья a2 ферзь c3 черные сыграли dc нельзя брать ни пешку на e5 ни пешку на c5 ввиду удара коня на поле d2 белые сыграли конь f1 c4 ну и просто владар остался с лишней пешкой позиции без риска черные здесь никак не рискуют проиграть игра идет только на два результата либо победа черных либо ничья ну кстати говоря победа черных наверно более вероятный результат ферзь бьет e5 снова на скилывается рила материально равенство черные сыграли ферзь b3 висит уже взятие пешки нельзя брать в ответ ввиду связки белые играют ферзь c3 ладья e2 меняться невыгодно потому что попробовать эту пешку остановить черные сыграют следующим ходом b2 и на ладья b1 сыграть слона 2 и останутся с лишней ладьей поэтому белые играют конь g3 нападает на ладью ферзь b8 очень важный ход со стороны владара таким образом черные подвязывают белого коня и на самом деле белые находятся в очень тяжелом положении еще последовал неточный ход стороны белых ладья f1 и таким образом белые допускают вторжение черного ферзя на поле f4 и непонятно как развязываться шахматистки тяжу зеньер от связки сейчас играет ход h5 h4 и белые просто сдаются но белые находят ход ферзь c1 и валдар очень грамотно играет ладья b2 отказываясь от размены ферзей ладья e1 g5 уже появляется идея где-то пойти g4 и попытаться добраться до белого короля белые сыграли король g1 и оказывается что нельзя брать белого коня ввиду потери черной ладья на поле d2 но здесь валдар наносит тактический удар сломби от h3 нельзя брать белопольного слона ввиду того что черные забирают коня с шахом и объявляют мат белому королю с поля g2 поэтому белые играет ладья e2 последовал размен конь бьет е2 ферзь бьет c1 поменялись и соперники перешли вот в такое вот окончание в котором у владара имеется здоровая полноценная лишняя пешка и никакого риска проиграть черные сыграли h5 ну и здесь в принципе черные должны добивать белых король е3 h4 очень грамотно блокируем всю пешечную конструкцию белых на королевском фланге король d4 черные играют g4 надвигаясь уже гранит ход h3 с образованием отдаленной проходной по вертикали h король возвращается на е3 размен размен и черные сыграли король g5 ограничивая короля белых белые блокируют проходную пешку черных но черные играют слон c8 покажет топчем на месте конь b5 слон g4 шах очень важный ход и теперь после хода король е3 черный играть слон d7 заставляя белого коня вернуться на блокадное поле c3 и теперь черные играют король g4 с идеей дальше протиснуться черным королем съесть пешку ножи 2 и провести свою пешку доведя до поля превращения белые сыграли король f2 слон c6 конь d1 и король f4 и таким образом на 59 году признала поражение китайская шахматистка ну просто пешка на и 4 теряется и черный король отправляется на подмогу своей проходной пешки c и черные побеждают и таким очень красивым образом волдар одерживает эффектную победу над китаянкой чем волдара мы поздравляем и желаем волдару дальнейших шахматных успехов а а Продолжение следует...